На производственной площадке Лукоил запущен объект, с помощью которого на предприятие поступит еще больше сырья для производства моторных топлив и битума. Для загрузки производственных мощностей сырьем в короткие сроки реализован инвестпроект и построена эстакада для слива нефтепродуктов. Пуск новой эстакады совпал с принятием решения возродить производство модифицированного битума, способного увеличить долговечность краевых дорог с 3 до 12 лет. Производственная мощность проекта эстакада слива рассчитана на 100 тысяч тонн ежемесячно. То есть получается более миллиона тысяч тонн в год. Эстакада позволит максимально загрузить битумную установку. Потребности Пермского края составляют порядка 80 тысяч тонн. Это означает, что пермские нефтепереработчики смогут обеспечить высококачественным битумом не только местных дорожников, но и соседей. Сегодня же мы уже начнем принимать сырье, подавать его на коксовые установки. И с завтрашнего дня мы планируем начать пусковые процедуры по битумной установке. Это означает, что к 15 мая мы должны получить первые партии битума. О поставке современного битума пермским дорожникам еще в ноябре прошлого года договорились губернатор Максим Решетников и президент нефтяной компании Вагит Оликперов. Тогда же соответствующее соглашение заключили региональный Минтранс и дочернее предприятие Лукойла. Битум нам крайне нужен, потому что мы запланировали большие объемы строительства. И в прошлом году из-за нехватки битума цены взлетели, и у дорожников, по большому счету, большая часть прибыли ушла. Более того, то, что к нам завозят, не всегда хорошего качества. А без нормального битума хороший асфальт никогда не сделать. А нам нужен реально хороший асфальт, потому что мы удлиняем сроки межремонтные. Поставлена такая задача на федеральном уровне. Битум, произведенный на Лукойл Пермнефть-Орксинтезе, планируется использовать в дорожно-строительных работах уже в самое ближайшее время. К примеру, на улицах архитектора Свиязева и космонавта Леонова, где работы уже начались. Всего же здесь отремонтируют 3,5 километров дорожного полотна. Отметим, в этом году в регионе сохранится набранный в прошлом году темп дорожного строительства и ремонта. Будет отремонтировано около 800 километров дорог. На эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено порядка 11,5 миллиардов рублей.